Ну вот примерно вот так. Ёбаные, бро! Вот такие вкусненькие, сырнички у нас получат. Закрывай! Насколько надо оставить? А вот и сеус! Удрится! Мы сейчас безумно устали, мы безумно пьяные. Всем бомжур! И сегодня, как вы поняли из названия этого ролика, мы никакой не Саша Тесла, а Саша Высоцкий, никакая не Лиза Мадрид, а Лиза Высоцкая. Потому что мы сегодня готовим сырники и раковый суп смешать все в блендере. У меня блинчик взбахнул стрел. Но самое главное в этом все, что мы это делаем Паркады. Но никто об этом не должен узнать, потому что тут камера прям вот на нас направлена, дула, фоторужье, блин. Нет, и самое главное, знаешь, что будет штраф и тире выгон из этой студии. Реально? Да. Нет, штраф, ладно, вообще пофиг, но... А вот выгон не хотелось бы. Ну, если что, продолжим на улице. Мешать все в блендере. В блендере сидим, мы сидим месим на парковке вот. И, как вы понимаете, это коллаборацион, самый настоящий. И у меня часть с сырниками и раковым супом. А у Лизы у нас будет... Томаты запеченные 10 часов. Чем чернее, тем вкуснее. И с рулетом. Которые трещинки надо убирать. И шоколадным с рулетом, да, трещинки убирать. И, конечно же, ссылка на видео Лизы будет у меня в описании. Да, я думаю, вы тоже можете найти по Лизе Мадрид и Юле Высоцкой рецепты. Уже, я думаю, мы можем даже книгу начать писать и начать ее продавать. Обязательно переходите и смотрите. Часть этого ролика. Еще больше рецептов на канале Лизы. Больше рецептов мне нравится. Формулировка, знаешь. Начнем мы с сырников. Конечно. Но передачем абсолютный добрый Коле. Вау. Хочется, кстати, тоже пожаловаться. Мы два часа ждали доставку из Перекрестка. И до сих пор не приехала. Нет, приехала одна часть доставки. И нам три раза Лизе писали. Ваш заказ не привезли в магазин. Это что такое в продуктовом магазине? Помидоры не собрали. Орегано не насушили. Не подмелись. Так вот, что нам понадобится? Нам понадобится 500 граммов замороженной вишни, 400 граммов творога. Мы взяли чуть-чуть поменьше, потому что 400 граммов это очень много сырников. Поэтому, следственно, мы взяли 200 граммов. И у нас все на 1,2 делится. Одно яйцо. Горсть вяленой вишни. Это мы, к сожалению, не нашли ни в одной из доставок Москвы. Мы нашли даже краба в панцире. Но не нашли вяленую вишню. Простите, друзья. Это 2-3 ложки сахара. 2-3 ложки муки. 1 столовая ложка крахмала. 1 столовая ложка олив... 1 столовая ложка крахмала! Я уже устал читать. Юля, зачем так сложно? 1 столовая ложка оливкового масла. И 1-2 ложки пшеных хлопьев. Пшеных. Пшеных. Пшеных, все уже. Пшеных. Пшеных. И щепотка морской соли. Лиз, ты что-то не доброколишься. А я потому что тоже что-то надоброколилась. Так вот, друзья. Говори тут добрый. Так вот, друзья. Лиз, мне нужен твой телефон. Ааа, рецепт? Тогда там рецепт. Но сначала перед этим добрый Коля. Кстати, про то, что происходило в этой студии. Я арендовывал эту студию. Я ее нашел. И знаете что? В этой студии я снимался на пушку. Из всех студий в Москве я случайно убран, не знаю адреса, не знаю что здесь внутри. Кроме того, что вот это нам показали красивую стену. И то, что здесь можно готовить и нам дадут какую-то... Ну, это мы не из дома тащили. Утварь. Кухонная утварь. Выбрал студию, в которой я снимался на пушке. Это просто пиздец. Это вообще как можно было это случайно убрать. Ну, непостижимо просто. Ну, это тупо какая-то судьба. Студия, кстати, ну... Вот эта кухонная часть пишет, чем там, где мы пушку снимали. Потому что это странно. Ну, да ненормально. Очень тупой диванчик. Диван странный. У тебя тоже на пушке я смотрел диванчик. Очень был удобный. Очень. Я прям сидела, кайфовала. У вас прям было расстояние. Мы с Сашей такие, знаете, пушечные. Последние пушечные. Мы Женя Лизагуб. Я мы Женя Лизагуб. Зато нас выложили не в ВК-видео. Поздравляю. Смотрите, значит, ребят. Первое, что нам нужно сделать, это разогреть духовку, которую не видно на нашей камере. Но мы ее обязательно вам покажем когда-нибудь. Покажем. Разогреть духовочку до 180 градусов. Да, это очень важно. Сырники пекутся в духовке? Нет, можно в сковородке. Это просто у нее такой свой рецепт. Внутри тесто оно такое жидкое, растекается. Ой, корочка, вернись, вернись. Тебе же все и дело. Так. Ебаный вру. А как это работает? О. Ну похуй, я сейчас поставлю. Что, пошла жара? Пошла жара. Жара. Ты была права. Продолжаем. Второй, я не знаю, что дальше делать, Лиз. Лиз, но перед этим, я не знаю, нужно поглоточку. Саша, ты сейчас просто нажрешься и домой поедешь. Ты что врешь так вообще? Мы добрый колокольчик. Я вообще в самом трезвом виде. Вишню разморозить. Что же с ней делать? Размораживать. Вот она стоит, размораживается. Да нет, ее надо типа греть в этом. В чем? Ну, в кастрюльке. Так нет, ты просто положи ее, смотри. Мы кладем, мы кладем нашу вишенку в пиалочку. Вот сюда вот мы ее кладем и ставим в тепленькую водичку. И она будет размораживаться буквально минут десять-пятнадцать. Минут пять-десять, пятого-пятнадцать, четыре-пять. Зачем ты вываливаешь? Прям вот так вот ставишь? Не-не. Она будет в воде. А, в воде? А ну ладно тогда. Вот. Берешь, да, и наливаешь горячей воды. Вареная вишня. А горячая вода у нас отсутствует, да? Не надо мешать, я капсантин и влез. Ой, ну такая вишенка у нас получилась. Вишенку. Ставим размораживаться просто. Пусть отдыхает абонент. Творог соединить с яйцом. Высыпать одну ложку муки. Пшеные хлопья не уточняются количества пропорций. Ну ладно. Смотри, высыпаем укули. Это вот в этой штуке давай делать. Просто кидай весь творог. Давай я, я хочешь это сделаю? Нет. Мы же вместе должны готовить. Что мы как хотим? Давай. А я пока посмотрю. Все вот, всю пачку, всю пачку выкидываем. Реально? В смысле мы вообще-то его не добрали. Просто ну 400 граммов это очень много стоит. Сейчас люди подумают, что я вообще готовить не умею. Я вчера ческак делала. Ческак? Ческак делали. Да. И кстати у Лизы дома есть блендер. И почему-то нам везет его Дина блендерами. Он плохой. Очень плохой. Он типа погружной. Понял? А наши рецепты в это время? Они охуденные. Ну ладно. Так, мука. Яйцо одно. Ну Лиз, ну за нас и за Кавказ. Ну смысл просто такой тост есть. Ну да. Первый тост золокост вообще на самом деле. Вот это точно. Да. Как сервис байерства с HDS. Да, кстати. Дина тебе звонит. Дина отправила видимо. Наконец-то блендер едет к нам по всей видимости. Алло. Да, давай. Да, Дина блендер. Так, давай. Дальше ты. У меня самую грязную работу делай. Ты ебану-то. Что? Никакого желтка не должно быть там. А там написано. Где там написано? Да вот тут рецепт. Кто еще из нас самый первый здесь? Я это написал. Творог соединить с яйцом. Да, похуй. Но вообще так не делают. Делают. Всегда с яйцом полностью смешивают. Нет. Мы желток всегда убираем. Вы что, дурачки что ли? Хорошо. Вот поэтому у тебя они получились хуёвые. У меня вообще-то получились нормальные. Ладно, Лиз, пока вопрос от меня. Кто тебя больше всех бесит? Ну, из наших коллег. Вот прям вот кого ты смотреть не можешь. Ну, признайся. Кого я не могу смотреть? Я сейчас буду руками. Давай, давай. Да, вот кого прям вообще? У тебя прям аллергический... Ну, все. Ну, скажи, на кого у тебя прям аллергическая реакция? А я вообще, честно, мало кого смотрю. Ну, у кого ты видел за все время? Вот прям в Тоте мерзотнее всех был. А так у меня нет такого человека. Ну, хорошо. Мне не нравится подача Соболева, например. Который не Коля Соболев, а этот... Мы сейчас смотрели. Илья, Илья, по-моему. Но мне не особо нравится его подача, потому что, мне кажется, он какой-то мизогин, сексист и так далее. То есть, короче, у меня нет такого, что меня бесит кто-то своими манерами. Меня бесит люди своими жизненными, да, какими-то устоями. Типа вот как Илья Соболева. А ты добавил уже муки? Да. Может, еще чуть-чуть поплотнее сделать? Надо, надо. Потому что у нас получилось прям жижа-жижное. Алло. Алло, здравствуйте, как курьер? Здравствуйте. Здравия желаю. Второй, второй. Ой, второй, второй. Второй, второй. Сейчас выйду. Хорошо, я и здесь. Хорошо. Спасибо вам большое. Спустя три часа. Пусечка такая. Мусечка сам поднялась. Держи, если что, разговаривай сюда. Ладно, друзья. Пока посплетничаем без Лизы. У нас конкретно очень, очень жидкая хуйня получилась. И это рецепт с официального ютуб-канала Юлии Высоткой. Поэтому мы немножко его модифицируем, потому что хочется все равно покушать. Потому что мы еще ничего нормального не ели. У меня уже рука просто вся в молоке, мне кажется. Ура! Пришли резиновые продукты. Остались только мои крабы. Давайте за Юлию Высоткой. Ты высыпал пшеные хлопья? Ну, там чуть-чуть сейчас. А сколько ей надо пшеных хлопьев? Зачем? Почему это никто не утащает? Она даже в видео говорит... Две чайные ложки. Она даже в видео говорит, ну, ты понимаешь, нужно немножечко... Нет, надо много, много сахара и не утащать граммовки. Ну, хотя, бля, у Юли Высотки своя пшеная. Нет, а давай, блядь, давай тоже прикалываться, что она может прикалываться, а мы не можем. Да. Пашечка. Смотри. Добавляем немножечко. Немножечко. Да, совсем немножечко. Совсем чуть-чуть. Но сколько точно, ну, ты никогда не узнаешь. Пшеные невероятно полезные и очень интересные на вкус. Ну, вот примерно... Вот так. Вот так. Вот такая хуйня у нас получилась. Прикольно. Дай покажу-то. Ну, а то мы... Понимаешь, мы некачественные видеоблогеры получаем. Да, давай. Вот такая у нас... Так, давай, меси. Я уже помесил все. А теперь вылепливаем сырники. Нет, там все еще... Нужно прочитать, что надо. Сформировать из творожной матки. Ты сахар добавил? Нет. Из авиальную вишню. Зай, мой любимый. Нужно добавить. Столовую ложку... Мы забыли еще. Да, мы забыли еще добавить кого? Одну столовую ложку сахара и горсть вяленой вишни. Вяленой вишни нет. Есть. А ты думаешь, завялилась? Конечно. Не горсть. Ты виновна. Все, уйди отсюда. Ты мне сейчас закопается пачкаешь. Мой любимый свитер и мои любимые джинсы. Итак, вот так. Смотри, какая. Ну, просто волшебство. Волшебство к вулинарии. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай-ой-ой. Вяленая вишня. Тем временем. Давай еще перемешивай. Я это делаю. Прям вот так надо. Я не буду вот это тяп-тяп. У меня уже там рука побыла. Ладно, все. Нормально. Короче, слава богу у нас получилось. Слава Мерлоу. Слава Мерлоу у нас что-то получилось. Слава Коке у нас что-то получилось. Кстати, Миша слава богу говорит Слава Коке чаще всего. Ну это правильно. Конечно. Слава Коке крат. Чем больше приколов, тем интереснее жизнь. И видео. Надеюсь, вам смешно было. Лиз, мне кажется, нам нужно обновить добрые колы. Знаешь, что нам нужно, Саша? Обновить добрые колы. И следующий шаг это сформировать сами сырники. И на это мы попросим нашего ассистента Лизу Рим. Пока Саша Фариж на нее посмотрит. Так. Перед мукой обязательно. Давай включим режим fast. Давай, да. Смотрите, вот так. Вот мы берем, значит, муки добавляем для того, чтобы у нас сырнички получились не прилипшими, чтобы ручки у нас были чистенькими, потому что все-таки, знаете, эстетическая составляющая тоже очень важный момент. Она так не говорила. Она так не говорила. Говорила. Ладно. Я так говорила. Тебе этого мало? Надо вот так. А я вам так подключу. Смотри, какой. Старый сморщенный дед. Ну, охуенно же, нет? Ну, нет. Смотри, какой нежный. Нежнейшие вкусные сырнички. Да, немножко разваливается на эту сетку. Мы мукой вот так вот поправляем. Боже мой. Саш, там муки мало внутри. Да, это только какая-то проблема. Конечно. А в чем еще? В желтке была проблема. Нет, Саш. Ты хорошо. Вот так. Все, готов. Так. Пока Лиза там пытается что-то намутить, я беру ручку, позадаю ей вопросы. Ладно, окей. Как познакомились и как начали общаться? А я не помню. Я знаю. Мы познакомились благодаря Алене Бебре. Серьезно? Да. А где? Это на духовке было? В Москве. Она сказала, что типа ты должна приехать. А ты меня не знал тогда? Да. Я тебя знал просто как человека, ну типа как блогера. Но до этого с тобой не путался и не переписывался. Ничего такого. И вот, короче, мы вот летом. Это не в прошлом году. Это позапрошлом. Это два года. Да. Это когда она ко мне приезжала в гости. Да. И ты к ней тоже еще потом приезжала. Потом это уже было. Да. Сначала она ко мне приехала. Вот. Короче, вот типа такого. Вот. Ну, начали общаться. Не то, чтобы мы прям сильно стали общаться после этого. Но, даже. Я была на дне рождения Лизы. И Лизы не была. Не была. Была. Там еще был Влад Дурак. Это Алёна. Реальна? Да. А, да, посмотрите. Я тебя позвала. Ну и Лиза тоже, в плане. Это я не на тот дърд подумал. Да, да, да. Я была два года назад на вашем клее. Пример, там такие какашки получатся. Красиво же нет? Тебе не нравится? Так. Ты нам пришла в голову идея сесть и записать совместный ролик. Мы не садились. Мы еще не садились совсем. только вторая часть вопросов как придумали это все сделать мы не ответили как мы придумали короче мы просто встретились после наших путешествий массаж если что путешественники мы короче решили я вообще-то иммигрант получается но я знаю короче мы решили встретиться просто в баре таки оба приехали я из америки саша из порижа и мы встретились выпили сидр и такие блин а было бы здорово видос записать а почему бы нет и вот юля высоцкая нам решила подкинуть идею свою сырникам и так далее а вот что у нас пока получается очень красивые сексуальные не на брата же неплохо да я знаю ну а что делать если он не лепится конечно быстро быстро она же быстро готова так короче быстрый сейчас скидываем оливковое масло очень вкусное вообще оливковое масло очень-очень полезно я слышала что завтраки это самая важная часть дня просто когда мы начинаем кушать то у нас начинает работать метаболизм и он никак сонный не работает а наоборот очень быстро быстро все делают конечно завтраки обязательно к посещениям блять а почему так мало сколько заплатили только дала сейчас будешь сырники мы есть наказание еще не разогрелась саш нормально нам просто готовят место отдельное в аду кухонном аду это знаешь есть короче в америке район hell's kitchen это район я там желаю адская кухня 111 улица до называть район адской кухни там одни и живут ну они просто не зерненькие по-натуральски вот такие вкусненькие получат прям вообще все как надо пока immuno я не А у нас идеально. А вот сделать плохо так же, как у кого-то мало кто. Так я думал, хорошо это то, что у нас сейчас. Подождите, пожалуйста, что у нас случилось с вяленой вишней. Она просто взморчилась. Так, и теперь мы это всё дело кладём в духовку. Ну это что надо, ну брайку, что крыло, ну что надо. Давай, я помогу. Саш, ну ёшкин кошка. Помойте. И бать он улетел, Саш. Слушай, как рыбая. Закрывай, закрывай, закрывай. Да сколько надо оставить? Да. И сейчас, и сейчас. Мы берём вишню? Да. Мы её в сковородке греем. Там же с водой было написано где? А, ну она вкусит, кстати, жидкая очень. Ой, блять, я уже устал, как мы же 400. Я не знаю, я даже устала. Приготовить соус с размороженной вишней, положить в кастрюлю и вызвать оставшиеся сахары. Вы уверены, Юлия? Ну три ложки, две положим. Две, давай две. Довести до кипения. Потом добавить крахмала одну столовую ложку и всё. Так, мы пока ждём, пока... Вот это же дело вскипит. А ещё вот это на 10 минут ждём. Поэтому сейчас мы сделаем... Оп! Я носом открывал вот эту пачку крахмала и я всё вдохнул себе. Поэтому сейчас я создаю на 5% из крахмала. Начинает всё у нас густеть. Очень всё вкусненько. Ммм, как хорошо. Слушай, а правда же густеет, посмотри. Как крахмала-то, чтобы загуститель был. Чтоб у нас не водичка была, а как соус. Итак, наши сырники уже готовы вот в этой адской печи. Давай, вытаскивай. Эй, ты куда? Готово. 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 Наша тарелка. Готово. Хорошие, а? Ты посмотри. Готово. Готово. Так, соус. Очень красивые. Боже. Готово. Дорогие друзья. Готово. Ладно, это мы помоем. Вот такая красота у нас вышла. Это пиздец. Готово. Готово. А вот и соус. Готово. Готово. Сракать подано. Ну, смотри, как шикарно. Фото, фото, фото. Ну. Это просто пиздец. Что ну? Пробуем. Ну, такая хуйня у нас получилась. Так, давай. Слушай, они по-моему очень горячие. Они по-моему вообще не сделаны. Это у нас реально нормально получилось на самом деле. Невкусно? Попробуй. Держи. Так, мы берем наш сырничек. Знаешь, парень приготовил тебе блюдо, но ты не хочешь его обидеть. Нормально? Не, правда, ну, не так плохо, как могло быть. Ну, на самом деле, может мне попался горелый кусочек. Тебе по-любому попался горелый, ты же съел прям самый угарь. Шахара мало. Сука, надо было всю пачку, как Юля советовала. Может быть, варенье должна давать вот эту вот сахаринку? Да. Я чувствую больше именно саму корту и все. Да, я тоже. Творога мало. Да. Наш первый рецепт закончен. Но это могло быть хуже. Да. Сто процентов. Поэтому все. Так, перед следующим рецептом стоит выпить. А что сейчас будет? Суп из рака. Из рака. Все смешать в блендере. Можно все взбить в блендере. Может, вместе с панцирем, да? Вместе с панцирем. Так вот, мы вернулись на панцирь. Добрый, Коля. У нас уже запекается. У нас также запекаются сейчас Лизины помидорки и Лизины. И Лизин рулет. Это посмотрите у Лизы. А мы начинаем делать наш ебаный в рот суп. Какие ингредиенты нам понадобятся? Укроп. Рак и краба. Чем больше, тем лучше. Раки краба? Ну, руки краба. Молоко. Масля. Лук. Да. Итак, друзья. Мы в нашу кастрюльку. Вот в эту? Вот в эту. В которой были белки для яиц. В кастрюле, в которой были белки для яиц. Мы должны сейчас замешать все наши ингредиенты для ракового супа. Первый шаг. Это нужно добавить лук плюс укроп. Правда. Это то, что нам попросило. Посолить. И добавить душистый перец. Именно душистый перец, а не черный, потому что душистый перец, он потому и называется душистый, что он очень вкусно пахнет. Что начинаем? Заливаем водой это все, ставим. И все. И ждем, пока это закипится. Как говорила нам Юлечка, нам нужно положить только свежий укроп. И она положила знаете сколько? Это пиздец. Она положила почти весь вот этот букет. Ну ладно, мы немножко отрезвим Юлю, положим половину. Ну реально, этого уже предостаточно. Дальше, давайте добавим лучок. Юля говорила, очень важно голову хорошо помыть. Ладно, как скажешь, дорогая. И убрать первый слой. Ну в принципе это ладно. Убираем жопку. И режем это дело пополам. Чтоб у нас было такие две половинки. И кстати у нас лук будет в шоколаде. И с пола. Режем типа над столом уже помытым ножом. У нас не достойно отреживать. У нас суп уже вскипел. А это что значит? Надо добавить туда краба. Пойдемте за мной, Паша. Чем больше краба, тем лучше. И конечно же мы добавляем его спонсором. Потому что потом мы будем его доставать. И его в блендер засовывать. Как же она вместится в эту кастрюлю. И очень вкусный. Красти краб блять. У нас какой-то ресторан сейчас. Слушай, а вот если на самом деле вот этот рецепт получится самым вкусным, я охуею. Честно выглядит самым непривлекательным. И мы это оставляем все. Теперь все, как говорила Юля, на 15 минут готовится. Ээ, ЭээС, это мое! Также заливаем па больше водички, потому что у нас конкретно ее мало. Все, и вот видите, у нас вода снова не кипяченая. Ждем 15 минут, пока у нас скипятся крабы Кутабы и засовываем их отдельно в блиндер. И именно нужно добавить пушистый перец. Как же мы об этом забыли! Нужно всего 5-6 перчинок. Получилось 10. В принципе хуже уже не будет. Итак, прошло 15 минут. Надо доставать наших крабов и готовить их в блендере. Все, выглядит плюс-минус нормально, правда. Теперь мы доставим наших крабиков отсюда и готовим их в блендере. Доставай блендер-то. Блендер тут. Нам Лизина подруга, а.к.а. Дина Блендер, отправила блендер. И там мы будем мельчить крабов. Осторожно, это бабушкин. Это советская розетка. Советская, да. Нет, не может. Может. Ну давай. Сначала мы кладем крабов. Кладем наших раков крабов. Ага. Ну мы взяли крабов, потому что... Ай! Ну потому что. Как же Юлечка их так аккуратно клала? Все-таки что-то у нее получается хорошо. Так. Ну, в принципе, все. Мне нужно очень сильно дешать розетку, чтобы наш блендер работал. Давай, давай. Розетка не подходит. Я поставила. Он длился. Вырвай. Давай. Мы взяли все мясо, чтобы все было мягким. Это обычный салат крабовый сейчас получается. Это он сделал? Да. Он просто не хотел панцирь молоть? Ну конечно. А сейчас мы попробуем панцирь. Измельчила? Щепотка там была точно панцирь. И мы с вами добавляем граммов 20. У нас уже топленое молоко. Сковородку. А? Так. И добавляем нашу получившуюся... Нашу кашу, как говорила Юля. Каша за 2,5 тысячи. Серьезно? Задорого стоит. Так, что? Ой-ой-ой. Бабушкин этот блендер. Что-то зажопывает нам красти краба. Слушай, а что за железный элемент? Так, это мой секретный ингредиент. Но ты увидела. Поэтому мы его убираем. И все, мы это все оставляем на минут 10 готовить. Так, мы в нашу, тем временем, кашу добавляем молоч... Ай, блядь. Добавляем молочка. Мы взяли молочко, но нужно взять сливки пожирнее. Но вы, ребята, знаете. И теперь сюда добавляем нашу кашу. Наша так вышла такая вкуснятинка. Он как вкусно. Ебаный вновь. Ну и получается супец готов. Пока мы ждем, ну, немножко дадим суп в настояться и перемешаться, мы позадаем друг другу вопросики. Приходилось ли тебе посещать психолога? Да. Для интересной темы. Давай. Ну, в смысле, конечно. Я вот в 14 лет пошел, потому что я думал, что мой папа ушел в синий, когда у меня было 3, это из-за моей вины. Слез? Да. Но я потом пошел и понял, что это полная у меня. Это вообще не проблема. Вот. Но потом мы с Лизой парно занимались. Я сам там. Ну, не, у меня часто у тебя. Да. Меня тоже в 14 лет первый раз родители повели к психологу. У тебя сами повели. Да. Я сам себя повел. Знаешь, из-за чего? Да. Они мне сказали, что я свет не выключаю в туалете. И типа, это неадекватно. Ребенок должен понимать, когда ему нужно выключать свет в туалете. И мама говорит, она не смывает за собой в туалете. И он мне говорит, а как вы считаете, психолог на первой встрече, говорит, а как вы считаете, ваша мама адекватная? Я говорю, ну да, наверное. Он такой, вы знаете, почему вы здесь? Я говорю, да. Он такой, потому что вы свет не выключаете в туалете. Пиздец. Ну и психолог тоже так не должен делать вообще-то. Да должен, мне кажется. Прикинь, он бы начал меня реально типа полоскать. Ну нет. А вот скажите мне, вы ответственная девушка вообще? Ну нет, в смысле, он просто быстро поговорил. Короче, прикол в том, что да, это было очень странно. Для меня... Добрый, Коля. Для меня в 13 лет, в 14, это было очень странно. Я понимаю. И я ходила по этому поводу к психологу 7 месяцев. Ну нет, в итоге выяснилось, что со мной все окей, просто я немного... Просто родители надо, то есть. Нет, я невнимательная. Типа, это факт. Я невнимательная. Но с этим ничего не сделаешь, к сожалению. Это моя особенность. Итак, друзья, у нас наконец-то готов наш супец. И это мой второй рецепт. И четвертый в сумме. Мы уже безумно устали. Мы безумно пьяные. Мы не можем уже ничего делать. Давайте перед этим быстро выпьем, Галатыч. Потому что это пробовать реально опасно. Опа. За нас и за Юлию Высоцкую. Легкая смр. Поехали. Это наш коврик. Уже абсолютно похуй. Абсолютно. Ай, какая красота. Все пробуем. Все пробуем. Что делать-то остается нам? Все, это помешали чуть-чуть напоследок. Давай. Ты попробовала? Нет. Раз, два, три. Ты горячой. Давай подниму, ладно. Готова? Да. Раз, два, три. Это съедобно. Неплохо. Это съедобно. Это неплохо. Это очень неплохо. Это реально съедобно. Это не то, что наши предыдущие работы. Не, без прикола. Это реально нормально. Ну, типа, понятно, что нет идеалом, то в нем очень... Консистенция странная. Просто... Да, да. Но если что, в нем там чего-то не хватает, потому что только вот рак, вода и укроп, условно, и укроп еще. Да, да. Но, а так, это нормальная похлебка, которую в теории можно есть даже никогда в тюрьме. В тюрьме. Да, если бы такое в тюрьме ели. Блин. В принципе, мясо очень вкусное, именно крабу. Я согласна. Оно само по себе хорошее. Мне понравилось. Как вы видите, произошел капитальнейший пиздец. Абсолютно. Мы просто вахуем. Мы сейчас уже готовимся платить штраф за то, что сделали. Как ты думаешь, мы вообще уберемся здесь или нет? Мы расплатимся супом. Думаешь? Так, выпьем за наши замечательные рецепты. Это было очень тяжело, очень смешно и очень интересно. Как тебе вообще? Спасибо тебе большое за что меня позвала. Нет, в смысле, как тебе вообще, расскажи. Ну, суп охуенно. Типа, вообще. Да и сыреньки не прям говно. Ну, типа, мы съели все равно. Мне понравилось все. Кроме, блядь, не, мне понравилось все. Сыреньки были не очень. Ну, не, они все равно нормальные были. Нормальные. Да, соус. Спасибо, что Саша Тесна. Она слышно позвала меня на эту съемку охуенная. Так вот, спасибо большое Лизе, что она поучаствовала. Мы можем, наконец-то, снять эти драные бахилы страшные, выкинуть их. И так вот, я вас очень мотивирую посмотреть Лизину часть видео, где мы готовили помидоры и шоколадный рулет. Это вышло не менее интересно и не менее усратно, чем мои рецепты. И я очень вас мотивирую написать комментарий под этот ролик. Мы очень старались. Мы потратили на эту съемку, ну, до хуя денег. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что потратить 20 тысяч на съемку одного ролика, это дорогого стоит. Это только аренда. А с едой 20 тысяч. Короче, по 20 человек. Так вот, подписывайтесь на все наши соцсети. Все ссылки будут в описании. Ссылка на видос Лизы, конечно же, будет в описании, чтобы вы сразу могли посмотреть. Я даже вот здесь подсказку вам даю. А еще обязательно ставьте лайк на это видео, пишите комментарии. И все, встретимся с вами в следующих роликах. И мы с Лизой, надеюсь, этим летом снимем еще не одно видео. No spoilers. Пока. Суд готов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok